Место, где оживает сказка, куда с удовольствием приходят как совсем юные, так и взрослые, искушенные зрители. Владимирский областной театр «Кукол». Без лишней скромности можно сказать, что это настоящее украшение и гордость нашего города. Жизнь здесь всегда кипит, идет напряженный творческий процесс. Театр открыт для зрителей и коллег из других регионов. Сегодня обсудим последние театральные новости вместе с директором Владимирского областного театра «Кукол» Ириной Поповой. Ирина Олеговна, добрый вечер. Добрый вечер. Нашим зрителям я напомню, что мы работаем в прямом эфире. Нам можно позвонить и задать интересующий вопрос. Номер телефона прямо сейчас указан у вас на экранах. 32 43 22, код города 4922. Мы с вами встретились в канун замечательного праздника. 27 марта отмечается Всемирный день театра. Хочется, конечно, вас поздравить и спросить, как вы отмечаете эту дату. Если да, то как? Ну, в канун нашего профессионального праздника День театра мы, конечно, так же работаем, как и в другие дни. Наверное, нам здесь больше повезло, чем другим нашим коллегам, например, Театру драмы. У нас два праздника в марте. Это День кукольника, который уже состоялся и пришелся на 21 марта. И вот здесь мы его отметили. Мы сделали большой кукольный концерт, который посетили школьники наших образовательных учреждений. Для них были мастер-классы, был замечательный концерт, все они были довольны. Что касается завтрашнего дня, у нас тоже обширная программа. У нас будут проходить мастер-классы для школьников из области, для детей, которые приехали на всесоюзный фестиваль школьных театров. Шоколад, который открывается, и вот завтра у нас будут представители из разных городов, детишки, которые мы тоже покажем экскурсию по нашему театру. Проведем для них мастер-класс. Неизменным остается посещение детских садов со спектаклями, это будет тоже завтра. Ну а вечером мы показываем спектакль для взрослого зрителя «Медведь». То есть достаточно у нас такая обширная программа на завтрашний день. А еще также у нас будет онлайн-трансляция спектакля «Алибабай. 40 разбойников». Где можно посмотреть? Онлайн-трансляция проходит на прокультуре. То есть все, кто хотят поздравиться, могут сделать это онлайн. Все-таки день рабочий, наверное, не все смогут выбраться непосредственно лично, а онлайн всегда. Но День театра – это не единственный праздник, о котором мы поговорим сегодня. В этом году у вас юбилей. Дата солидная – 55 лет. Как вы планируете отмечать это событие? Что уже намечено, запланировано? Ну праздничные мероприятия, которые у нас пройдут – это гастроли. В этом году мы решили сделать такой подарок для нашей области. И в основном выстроили свой гастрольный план по муниципальному образованию Владимирской области. Как со взрослыми, так и с детскими спектаклями. И будет большое торжественное мероприятие, капустник, концерт кукольный, много всего интересного. Но сейчас это пока у нас в стадии проработки. Не хотим раскрывать всех секретов. Юбилей у нас 1 сентября. Праздновать будем в конце октября. Потому что начало сентября – такой сложный для нас период. Фестивали, гастроли. Когда зрителям стоит уже начать отслеживать афиши мероприятий, чтобы не пропустить самое главное? Ну, как правило, к концу сезона мы уже на начало сезона выставляем свой репертуар. То есть я думаю, что в конце июня часть мероприятий уже будет выставлена и можно будет приобретать билет. Угу. Действительно у вас насыщенная творческая жизнь. Я знаю, что театр принял участие в федеральном проекте «Культура малой Родины». Что это за проект? Как вы в нем проявлялись? Расскажите об этом. Федеральный проект «Культура малой Родины» реализуется уже на протяжении нескольких лет. Мы участвуем с первого года его выпуска, то есть с 2018 года. Театром «Кукол» по всей России выделяется федеральная субсидия на новые постановки, на расширение репертуара и на оснащение материально-технической базы. Вот на протяжении с 2018 года мы в рамках этой программы пополняем репертуар. Это дает возможность пригласить режиссеров с других регионов, именитых режиссеров, чтобы все-таки было разнообразие в видении кукольных спектаклях и оснастить свою базу. Достаточно много оборудования нами приобретено. У нас полностью оснащен малый зал за счет федеральной субсидии. В прошлом году приобретен автобус на 35 мест. Это не первый транспорт, который мы приобретаем за счет выделенных средств Министерством культуры. Хотелось бы отметить, что субсидия консолидирована, в том числе со средствами областного бюджета. Мы очень благодарны, что нас поддерживает и наше министерство, и правительство в этом. И поэтому все на благо нашего зрителя. Если не секрет, размер субсидии составил? Она каждый год не одинаковая. В прошлом году, с учетом покупки автобуса, это было порядка 17 миллионов рублей. То есть вполне солидная сумма. Да, достаточно солидная. Автобус, какие-то еще новшества интерактивные, какие-то современные технические оснащения. Что за счет этого делается? Ну, так как мы приобретаем за счет этих средств специализированное оборудование, театральное оборудование, световое и звуковое, видеопроекторы более современные. Конечно, это позволяет создать определенные спецэффекты. Маленьких зрителей нужно удивлять. Всегда что-то должно быть новое, что-то интересное, что-то должно их отвлекать. Все-таки, вот обращая внимание, как часто достаточно сижу в зале, когда приходят, особенно младшие школьники, Сначала все сидят с телефонами, гаджеты, невозможно их отвлечь, но вот по истечении где-то 10-15 минут зал затихает, стихает гул голосов, телефоны отключаются, и они включаются в спектакль, начинают его слышать, слушать, понимать, И уже по тишине понятно, что им нравится. Поэтому стараемся удивить. Раз уж вы и в зале сидите, и вообще такой искушенный человек в вопросах технического оснащения. Вот как раз расскажите, что больше всего завораживает современных детей? Понятно, что просто там куколки, наверное, для них это простовато. Вот вы сказали, применяются какие-то технические такие навороты. Вот что самое интересное, вызывающее интерес? Ну, вы знаете, спектакли театра кукол, они уже давно состоят не только из кукол, не только из декораций. Много живого плана, много видеопроекции, как мультик. Она различна, ее бывает достаточно много в тех или иных спектаклях. Поэтому создание такого видеоряда, конечно, он завораживает и нравится зрителю. Наверное, как раз эффект, что дети идут и думают, ну, сейчас ничем не удивят, и тут вот вдруг оживший мультик. Вы знаете, они радуются от всего. Даже когда сверху, например, летят мыльные пузыри. У нас есть такое вот в большом как раз кукольном концерте, это было на наш праздник, используем. Ой, прям счастливые, когда снег, искусственный снег, вот в Новый год особенно или конфетти. И они очень радуются, они прям действительно счастливы, что они на таком мероприятии. Конечно, становишься сам участником сказки непосредственно, да, хочешь этого или нет. Я знаю, что у вас богатая гастрольная жизнь, как и фестивальная в том числе, я уже сказала. Вы гастролируете не только сами, но в театр также приезжают артисты. У нас есть небольшой материал на эту тему. Давайте сначала посмотрим, потом обсудим. Гастроли – важная часть работы театра. Это возможность показать свои достижения и обменяться опытом с коллегами. Осенью прошлого года Владимирский областной театр «Кукол» отправился в Краснодар. А к нам приехали артисты Краснодарского краевого театра «Кукол». Они показали постановку «Вокруг света» за 60 минут. «Вокруг света» за 60 минут. Мы рассказываем различными возможностями, мы рассказываем о своем регионе. В это время Владимирский театр «Кукол» на нашей сцене показывает свои лучшие спектакли. Мы привезли на Владимирскую землю три спектакля. «Вокруг света» за 60 минут – это своеобразный урок географии, спектакль путешествия, где в течение часа зрители могут побывать в разных уголках мира. Спектакль веселый и поучительный. За короткое время маленькие зрители могли объехать весь мир. Побывать в загадочной Японии, снежной Антарктиде, жаркой Индии, древнем Египте и даже далекой Австралии. О странах и континентах узнавали вместе с главным героем. У меня образ очень умного мальчика, который всегда слушает маму, он читает Ашо. И он никогда не делал глупости, никогда ничего не совершал плохого в жизни. И он такой думает, что же я в жизни своей совершу. Гастроли – это отличная возможность обменяться опытом. Как вы уже и сказали, что, например, у вас есть такая возможность в рамках проекта «Культура малой Родины». Но я так понимаю, что вот эти гастроли были в рамках другого какого-то проекта. В рамках федерального проекта «Большие гастроли». Мы также ежегодно участвуем в данном проекте. Благодаря ему нам удалось побывать в различных городах. Мы за последнее время были как раз в Краснодаре. То есть это из последнего, что можно сказать. Гастроли такие являются обменными. То есть мы выступаем на той территории. К нам приезжает противоположный театр. Но кроме того, это не только обменные гастроли, например, между двумя театрами. Но есть направление, когда приезжают федеральные крупные театры и выступают также на нашей площадке. Когда мы являемся принимающей стороной. Так у нас были гастроли Образцовского театра. Это самый главный наш театр «Кукол России». Был театр Санкт-Петербурга. Демине выступал. То есть привозятся различные абсолютно постановки. А так как мы стараемся участвовать во всех направлениях, У нас также приезжали и частные театры, которые показывали свои спектакли. Ну и безусловно, с прошлого года мы являемся принимающей стороной для театров Донецка и Луганска. Они у нас ежегодно в рамках больших гастролей к нам приезжают. И, кстати, в этом году мы в мае месяц ждем Донецкий тюз. Сейчас гастрольный график его выстраивается по городам. Золотого кольца. Мы в этом графике будем. Поэтому не пропустите, смотрите за рекламой. Мы будем ждать на этих спектаклях. Я так понимаю, что чаще вы становитесь именно принимающей стороной. Не столь активно сами выезжаете, а больше к вам. Если в соотношении. В этом году мы только являемся принимающей стороной. А так как принимающей, так и выезжающей. Когда вы ездите в другие города, как там принимают зрители? Вы знаете, дети везде одинаковые. Если спектакль нравится, они принимают с удовольствием. Но вот когда в Краснодаре мы даже выступали, хлопали, браво. Маленькие дети, их не обманешь. Поэтому я достаточно часто езжу тоже сама с театром. Вот по большим гастролям, по фестивалям. И вижу этот прием. Пока еще ни разу не было так, чтобы наш спектакль не понравился. Надеюсь, и не будет. Вы сказали такую фразу, дети везде одинаковые. Но знаете, как говорят, по регионам отличается интерес к той или иной постановке. То есть в одном месте заходит такая сказка, больше в другом. Не замечали такого, что везде интерес какой-то немножечко отличающий? Вы знаете, может быть даже не репертуарная политика, потому что детские сказки, ну мы выросли на определенном, дети растут на определенном материале. А скорее всего сама постановка. Вот мы часто и гости с Волгоградом. И в Волгограде зритель более привык к шермовым спектаклям. То есть где только куклы, это за шермой. Мы уже много лет практикуем и живой план, и поэтому когда вот мы только начали привозить им и маленький спектакль, вот театр на ладошках у нас есть, театр на подушках мы его называем, как-то снастороженно приняли. Но так как мы ежегодно привозили добрые, хорошие спектакли, в принципе, зритель еще раз говорю о том, что принимает добро, но сначала вот как-то было настороженно, потому что привык немножко друг к другому. А так, в принципе, репертуар, ну он практически русские сказки лежат в основе. Конечно, много берется сейчас из современной литературы. Если говорить о подаче, вот вы говорите, что вот есть шермовой, правильно говорю, на подушках, полеигровой. У нас задействованы все формы такие популярные или хотелось бы какую-то форму спектакля внедрить? У нас задействованы в театре все. Это эксклюзивно, так и в большинстве театров, или мы можем таким только похвастаться? Ну, честно говоря, во многих театрах это есть, мы не одиноки. Ну, то есть идем тогда, будем говорить, в ногу со временем. Да, просто какие-то театры выбирают больше, например, только ширму, другие, только такой вид кукол. По-разному, но в основном везде представлены все варианты. А среди наших зрителей, вот Владимирских, область, город, есть предпочтение конкретное, что вот люди с большей охотой ходят на какой-то конкретный вид? Или тоже всеядные, получается? Вы знаете, зрители хорошо идут на хорошие детские сказки. Кошкин дом, малышик Карлсон, гуси-лебеди. Ну, вот на такие прям классические русские сказки. Что-то новое тоже приходят, безусловно, смотрят, к некоторым спектаклям возвращаются. Вот как раз спектакли для маленького зрителя, который проходит у нас в малом зале, по несколько раз, бывает, приходят на один спектакль, смотрят. Детям-то вообще не надоедает. Они, наверное, готовы хоть каждый день, там уже вопрос к родителям. Я знаю, что буквально вот на прошлой неделе появилась новость о том, что главный режиссер Владимирского театра «Кукол» Марина Геннадьевна Протасова достойна премии в области театрального искусства имени Евгения Истигнеева. Мы поздравляем. И расскажите, что это за премия, вообще как вот сложно было ее получить и благодаря чему? Ну, конечно, мы очень рады, что Марина Геннадьевна, наш главный режиссер, получила такую высокую награду – региональную театральную премию имени Евгения Истигнеева. Да, эта премия дается за вклад в театральное искусство, за развитие театрального искусства. И Марина Геннадьевна была награждена за ряд постановок по русской классике. Это спектакль «Медведь Чехова», «Праздничный сон до обеда Островский», «Белые ночи Достоевский». То есть это спектакли для взрослого зрителя, которые она поставила, которые идут в нашем репертуаре. И мы рады, что конкурсная комиссия так высоко оценила ее заслуги. Причем ряд спектаклей, которые вот уже, например, «Белые ночи» мы вывозили много на фестивале, получила достаточно много призов. Мы надеемся, что и остальные два спектакля сейчас активно будут участвовать в фестивальной жизни и привезут призы для нашей области. Театр кукол – это, конечно, настоящая магия, куклы, ожившие герои. Но понятно, что совсем за этим стоят люди. И вот, как вы сейчас сказали, что главный режиссер, который все это дело поставил, это актеры, это вообще огромное количество группа. Но если говорить о куклах, их же тоже кто-то создает. У нас есть небольшой сюжет про девушку, которая своими руками буквально рождает на свет новых героев. Давайте посмотрим, потом продолжим. Мальчик вообще изначально выглядел вот так, а еще раньше он выглядел вот так. В руках у мастерицы заготовка для будущей новогодней игрушки. На проволочном каркасе тело из ваты, клея ПВА и ниток. Юлия Акимова все детали для своих работ создает исключительно вручную. Лицо формирует из полимерной глины, а жизнь маленьким человечкам придает пастелью. Мастер говорит, в работе важно хорошо просушить фигурку. Потом после высыхания она застывает и такая вот прям плотная становится, очень прочная. Можно ронять, ей ничего не будет, она не сломается. Но правда воды боится елочная игрушка, но это ее единственный минус. А это куколка Марья. Ее мастеру принесли на реставрацию. Игрушка была создана в Ивановской области в середине 20 века. Юлия привела в порядок прическу, подшила наряд и заново расписала лицо. Мастер отмечает, работа кропотливая. Работы, конечно, с такими куклами много. И тут главная аккуратность, чтобы не испортить, ничего не отколоть. Я использую самозатвердевающую массу. Я как шпаклевкой наношу на эти части, потом шлифую, потом снова наношу, пока не добьюсь нужного объема. Все готовые игрушки мастер развешивает на деревянной новогодней елке. Это коллекция представления. Самая популярная среди поклонников творчества Юлии Акимовой. Это Карабас, Орликин, Мальвина, Буратино, Пьеро и Артемон. Конечно, идея лежит на поверхности, потому что всем любимая наша сказка из детства. Яркие узнаваемые образы. Вот любой и ребенок, и взрослый знает. 20 лет Юлия посвятила работе закройщика в автомобильном ателье. Но даже тогда не переставала мечтать о куклах. Впервые сказочные фигурки Юлия увидела на полках одного из магазинов с авторскими игрушками. Увольняться было страшно, признается мастер. На это она решилась только три года назад. Зато сейчас заказов так много, что времени на отдых почти не остается. Также Юлия создает бодуарных кукол. Они – украшения любого интерьера. А для детей она шьет из меха и плюша медведей. Каждую деталь набивает опилками и формирует каркас. Так все элементы игрушки становятся подвижными и будто оживают, как в настоящей сказке, которую мастер создает своими руками. Давайте поговорим как раз про кукол, главных артистов вашего театра. Сколько самой старой артистке лет, если можно сказать? Вы знаете, мы стараемся сохранять, конечно, свои куклы. Поэтому, ну, с учетом того, что театру в этом году 55 лет, все-таки куклы 40-летние у нас сохранились. Ранее, к сожалению, нет. Дам бальзаковского возраста солидная. В каком спектакле она задействована? Ну, сейчас не готова ответить на этот вопрос. Ну, я думаю, что можно спросить. Детские, да, детские, вот такие прям традиционные куклы и спектакли набором, которые остались. Мы когда... Ну, спектакли все равно имеют такую тенденцию, как списывание, то есть когда они морально устаревают, и когда мы хотим поставить новые спектакли. И если декорации, которые уже пришли в негодность у нас, списываются совсем, то куклы мы всегда стараемся оставлять. Мы используем их в музее кукол. То есть мы делаем выставки, которые обновляются. Также используем их в номерах, которые отдельные, вот когда кукольный концерт сборной есть. Или на мастер-классах, когда приходят детишки, вот мы этими куклами работаем. То есть у кукол достойная такая жизнь на пенсии получается, на покой. А как часто появляются новенькие актеры? Ну, с учетом того, что за последние годы мы делаем по шесть новых спектаклей, соответственно, на шесть спектаклей делаются куклы. Разное количество кукол в спектакле. Ну, в среднем, если взять, например, четыре, вот, шесть на четыре, двадцать четыре куклы. Это в среднем, я говорю. Сейчас ненадолго прервемся, у нас звоночек, давайте послушаем, ответьте на вопрос. Здравствуйте, Светлана, у меня такой вопрос. Вот мы куклам дали вечер некоторым, а нужны ли вам куклы вообще для выставки? Ага, у вас, как вы уже сказали, есть выставочная коллекция, выставляете их в музее. Вы принимаете ли вы туда, если вам человек, допустим, принесет какую-то старую куклу, вы ли только своих оставляете? У вас, наверное, все-таки театральная направленность. Ну, у нас, конечно, на выставке и в театре только куклы театральные. Если мало ли у кого какими-то путями могла появиться театральная кукла, мы с радостью примем. Приютим. Приютим, погреем и будем показывать. Да, про то, что вы сказали, что большое количество новичков появляется каждый год. Откуда они берутся? Ну, мы рады, что в нашем театре замечательные мастерские, в которых работают художники-бутафоры. Есть у нас конструктор кукол, поэтому часть кукол мы изготавливаем сами, у себя для спектаклей. Вот мы уже сегодня упоминали о федеральной программе «Культура малой Родины». Бывает так, что художник, который приезжает на художник-постановщик, изготавливает куклу сам. То есть бывает и такая история. И вы знаете, это тоже хорошо, потому что разные художники, разное видение кукол, разная система. И есть разнообразие, зритель должен увидеть разный взгляд на куклу. Поэтому я рада, что наши хорошо очень делают, всегда хвалят. Вот хотелось бы сказать, что в прошлом году при участии в фестивалях мы получили два диплома за лучшее художественное оформление спектаклей. А это дорогого стоит, и наши девушки молодцы. Куклы делаются только эксклюзивно для нашего театра или для кого-то еще поставляются? Только для нашего. Делаем сами, играем сами и оставляем у себя. Я считаю, что это замечательно. Давайте еще поговорим про инновационную форму работы, которая есть в вашем театре. Это инклюзивные проекты. Что они из себя представляют? Потому что не все понимают, что это за слово вообще такое. Вы знаете, театр кукол – одно из запорных учреждений, которое работает с особенными детьми. В нашем репертуаре в настоящий момент есть три спектакля, которые мы показываем особенным детишкам. Это спектакль «Где прячутся сны для слабослышащих и неслышащих детей». Это моноспектакль, где актер не только говорит, но и для неслышащих детей осуществляет сурдоперевод. То есть специально учился и идет как бы на двух языках – сурдоперевод и речевое. Есть спектакль «Маленькое приключение в волшебном лесу». Это спектакль для слабовидящих и незрячих детей. Здесь он построен на осязании, обонянии, на прикосновениях. Такое достаточно для маленького количества зрителей мы показываем. И спектакль «Сны реки» – это спектакль идущего репертуара, но он адаптирован для детей с ментальными особенностями. Поэтому вот такие спектакли у нас есть. И надо сказать, что мы их часто вывозим на фестивали. На фестивали как для особенного зрителя есть такие фестивали в России, так и на обычные фестивали, где как свой опыт мы показываем. И эти спектакли привозят также заслуженные награды. И, честно говоря, много к ним внимания. Расспрашивают, интересуются, как, что, как наша работа поставлена, продолжаем ли мы ее. И вот мы в этом направлении постоянно движемся. Если говорить про фестивали вообще, какие крупные у вас запланированы или вот недавно принимали участие? Вообще расскажите подробнее о вашей фестивальной жизни. Ну, фестивальная жизнь в театре достаточно богата. Вот в прошлом году мы посетили, участвовали в 16 всероссийских международных, межрегиональных фестивалях. В этом году мы подали порядка 20 заявок на участие в фестивалях. В настоящий момент пришло 6 приглашений, то есть наши спектакли отобраны. И вот с мая по август, ну, за исключением летних месяцев, когда театр будет, трупа будет находиться в отпуске, мы будем участвовать уже в 8 фестивалях. Остальные наши заявки еще не приняты решения оргкомитетов, да, находятся на рассмотрении. Будем надеяться, что пусть не на все, но на часть фестивалей мы обязательно посетим и представим нашу область. Если говорить про кукольные вообще, фестивали, в которых принимают участие кукольные театры, то какой самый крупный из всех, что вы посещали? Ну, это фестиваль, безусловно, который проводит театр Образцова. Мы в последний раз, когда были на этом фестивале, показывали спектакль «Бармалей». До этого была краса «Аня наглядная», которая получила хороший гран-при. Вот. В этом году мы тоже подали заявку на фестиваль «Образцовые истоки». Будем надеяться, что попадем. Что хотите там показать, планируете? Ну, мы подали спектакль «Собор». Это спектакль как раз с Марией Геннадьевной Протасовой, где герои данного спектакля сошли с образцов Дмитриевского собора. Поэтому вот у нас такой есть спектакль «Собор. Белокаменная фантазия», который мы показываем как в нашем театре, так и на улице. Мы показывали его в Суздале, в музее-заповеднике на территории музея деревянного зодчества. И планируем показать у стен Дмитриевского собора в мае. Надеемся, что вы пройдете, вас отберут в данный фестиваль. Очень хотелось бы. Потому что такая постановка, которую обязательно нужно увидеть. И давайте вот еще такой вопрос. У вас в театре есть детская театральная студия. Что она из себя представляет? Год назад театр получил лицензию на ведение образовательной деятельности дополнительных программ для детей и взрослых. Вот одна из программ – это общеразвивающая программа дополнительная. Это детская театральная студия, которая называется «Первые роли». И с сентября прошлого года мы сделали набор. У нас две группы. Это 7-8 лет детишки и 8-10 лет. Курс двугодичный. Ребята занимаются и хореографией, и вокалом, и кукловождением. С удовольствием ходят. И вот как раз, когда у нас был День кукольника 21 марта, то они уже показывали два номера на сцене, как маленькие наши коллеги, полноправные актеры. Ребятам нравится. Продолжают ходить. Будем надеяться, что дело и дальше будет развиваться. И наша студия будет продолжать свое существование. Будет ли какой-то отчетный концерт по итогам, чтобы могли другие ребята посмотреть и, возможно, тоже записаться? Конечно. Вот как я и сказала, 21 числа, марта, когда был День кукольника, приходили школьники, посетили это. Еще в будущем какой-то? Да, будет. Будет, конечно. То есть, кто захочет ознакомиться, понять, что происходит, должны подойти, и потом как-то к вам обратиться, записаться. С сентября, наверное, да, уже у вас следующий набор? Да, следующий набор будет в сентябре. С радостью всех ждем. Есть ли в театре постановки, которые нацелены конкретно на взрослого зрителя? Да, в репертуаре театра есть спектакли для взрослого зрителя. Это, как я уже сегодня упоминала, «Праздничный сон до обеда» Островского, «Медведь Чехова», «Белые ночи» Достоевского, «Нитя Рядны» – это про жизнь Марины Светаевой и Бальмонта. Есть спектакль «Дыши» – это такой вот прорыв прошлого года, спектакль про русскую художницу-авангардистку Ольгу Розенову, нашу землячку. Есть спектакль «Матрёнин двор». Это, пожалуй, начало такого вот как раз пути во взрослую жизнь, на взрослого зрителя. Это спектакль тоже Марины Геннадьевны, которая очень много взял призов. И каждый год мы стараемся пополнять свой репертуар взрослыми спектаклями и показываем их как в театре, так и в области, так и на фестивалях. Потому что, вот еще хотелось два слова сказать, мы участвуем не только в фестивалях театра «Кукол», но и принимали участие в фестивале в драматических театрах или многожанровых. То есть нас приглашали на фестиваль имени Достоевского «Великий Новгород», фестиваль «Вампилово» в Иркутске. То есть мы возили взрослые спектакли. Потому что это необычно, это ново. Ну, сейчас стало их больше, конечно, но приглашают, мы с радостью показываем. Вообще взрослые охотные идут на более детские постановки. Вот сейчас уберем взрослые, а именно детские. Понятно, что детей приводят, взрослые. Но вот глядя на взрослых, как они реагируют? Вы знаете, вот бывает даже, что взрослые, ну, не все, конечно, реагируют лучше, чем дети. Потому что мы их окунаем в детство. Нам часто говорят вот благодарность, то есть спасибо, вы вернули нас в детство. Вот как один из примеров, я достаточно часто как-то его вспоминаю и рассказываю, когда папа вышел и спрашивает, тебе понравился спектакль? Нормальный. А мне очень понравилось. Поэтому, ну, что у взрослых? Работа, дети, какие-то проблемы, а здесь они пришли, они отдыхают. А какой у вас спектакль на данный момент пользуется вот самой-самой большой популярностью? Вы имеете в виду из детского репертуара? Вообще, вообще, вот прям вот есть ли какой-то абсолютнейший хит, на который всегда все заранее, может быть, там распродано или как-то еще? Или нельзя выделить? Вы знаете, один спектакль выделить достаточно сложно. Есть спектакль, на который всегда есть зритель. Это спектакль, как я уже упоминала, краса ненаглядная, хотя он достаточно уже находится долгое время в репертуаре, порядка 20 лет. Это конек-горбунок, тоже больше 15 лет. Это крошка-енот и тот, кто сидит в пруду. Это кошкин дом. Это, ну, вот такие известные, добрые русские сказки. А из последних именно новинок, что произвело больше фурора? Ну, наверное, вы знаете, сейчас я скажу про взрослый спектакль, который я упомянула. Это «Дыши» и «Медведь», вот на которые хорошо приходит взрослый зритель. Ну, вот вы задали вопрос, хорошо ли идет взрослый зритель. Вы знаете, приходится ломать стереотип, что театр кукол не только для детей, но и для взрослых, и поэтому взрослый зритель приходит, но это достаточно все-таки тяжело еще, но его становится больше. Все-таки это свободный зритель. И в субботу приходит. Не совсем уж это полный зал, если мы говорим о большом зале, но его с каждым разом вот становится все больше и больше. Малый зал всегда полон, где взрослый спектакль. Надеемся, что и взрослые со временем дойдут в прямом и в переносном смысле до того, что у вас такие чудесные постановки. И вот еще вопрос, не задала его вовремя, но хочу вернуться. Про инклюзивные постановки, я так понимаю, на них же может прийти любой желающий? Да, конечно. Это спектакль идущего репертуара, на них может прийти любой желающий. Вот вы говорите, что там, они немножко с особенностями преподнесения информации, скажем так. Это интересно всем зрителям, независимо от того, есть ли у них там те или иные особенности здоровья? Да, вот если говорить о спектакле, например, для слабослышащих, здесь я уже сказала, что идет речью и с ордопереводом. В принципе, когда спектакль, например, на простого зрителя, мы могли убрать с ордоперевод, но мы не стали этого делать. Дети спрашивают, почему идут такие жесты, и родители объясняют. Помнительная образовательная деятельность. Да, это тоже, знаете, такая неплохая история, когда дети понимают, что есть и другие особенные дети. Что касается для слепых и слабослышащих, они могут сидеть, обыкновенные простые ребятишки с открытыми глазами, все видеть, то есть они и чувствуют, и запахи, и видят в то же время работу актеров. Поэтому они сидят и вперемешку, мы не делаем обязательно, что это должно быть различным. Билеты продаются в свободной продаже, если это не по заказу для той или иной категории. Спасибо вам большое. Хотела вас, конечно, еще немножечко помучить вопросом о планах, но так как вы сказали, что завесу тайны приоткроете чуть позже, к юбилею непосредственно, мы будем вас ждать в гости еще раз, где уже сдадите все явки, пароли, что когда интересно вас ждать зрителям. Сегодня спасибо вам большое. Поздравляем вас еще раз с двумя праздниками такими замечательными, ну а с юбилеем поздравим чуть позже. Большое спасибо. На этом наша программа завершена. Завтра нас ждет важная тема для обсуждения – отказ от вредных привычек. Поговорим о методах профилактики и борьбы с наркозависимостью. А сегодня с вами была я, ведущая Светлана Егошева. До новых встреч. Продолжение следует...